Друзья, всем-всем добрый вечер! Сегодня мы с вами говорим на отличную, прекрасную тему. Собственно, как стать независимым и найти свое дело. Очень много сейчас запросов в консультацию ввиду турбулентности, ввиду изменений всяческих. И действительно это влияет на то, кем вы становитесь, как вы себя ведете и как вы себя позиционируете. Что нужно для того, чтобы, собственно говоря, стать независимым и быть на своем месте? Вот мне больше всего пишут о том, что, Алена, напишите о том, как быть независимым, находясь на совершенно разном-разном-разном месте. Я бы сказала, друзья, что путь к независимости лежит через что? Через ваше состояние. Что значит состояние? Это значит то, как вы себя чувствуете. И независимость – это не про страх, это не про стресс. Независимость – это про уверенность. Как выбрать дело мечты? Собственно говоря, дело мечты – это то, что приносит вам удовольствие, приносит вам результат и плюс еще и хорошо оплачивается. А почему бы и да? И, собственно говоря, независимость – это некая условная часть. Все мы в чем-то от кого-то зависимы. Но каждый раз, когда вы хотите действительно получить какой-либо результат, оторваться ногами от того дела или от какого-то человека, вам нужно в своей жизни очень-очень быстро определиться, куда, что, для чего, почему, как и зачем. Если вы понимаете, что вот эта история, связанная с тем, что, ну не получается у меня, ну не хочу я, не могу я, ну и ладно, значит, это не ваше. Значит, это не отражает всю ту суть, всю ту историю, которую вы бы могли получить в вкусном таком своем собственном соку. Независимость – это и финансы, это и состояние, это и понимание собственных целей, это и движение, это и общение, это все. Независимость – это про желание в своей жизни быть самым главным, самым крутым человеком, который обеспечивает то, что у вас находится внутри. Независимость. Можно ли ее купить? Нет. Независимость – это про обязательства. Независимость – это про выполнение. Независимость – это про движение. Также, друзья, хотелось вам напомнить, что, вот второй вопрос, как найти дело мечты? Друзья, перепробуйте миллион и начните делать то, что вам нравится. Плюс, если это откликается у других, и они вам еще и благодарны, значит, вы почти угадали. Ведь, согласитесь со мной, если, вот прям точно, да, если каждый человек будет заниматься тем, к чему у него лежит душа и руки, и это еще и оплачиваемо, в мире будет меньше психопатов и идиотов. Но это правда. И меньше будет травмированных психологически людей. Поэтому, для того, чтобы выбрать дело мечты, надо отключиться от псевдоиллюзий, особенно связанных с тем, что вы там станете какой-то богиней фотосессии и уедете на Багамы праздновать там свой день рождения в розовом купальнике, зарабатывая на свою жизнь, продавая вышиванки. Как бы, ну вот замутила немножко, да, вас, но суть донесла о том, что если человек понимает, что у него что-то получается, он научается это как-то продавать, он понимает, что это ему еще и интересно, и это, возможно, даст выгоду развития ему. То почему вы и да? И, собственно говоря, тогда и приходит некая независимость. Независимость от мнения, независимость от какого-то чужого состояния. Вот маленький вам топчик, маленький примерчик. Люди, которые начинают путь блогерства. Каждый раз, когда они выпускают какое-то видео или что-то такое делают, им пишут кучу-кучу всяких гадостей и очень интересных сообщений. И если каждый раз этот человек будет говорить, а может быть это правда, и внутри прям содрогаться всеми своими гениталиями и нижними органами о том, что правда это так, то простите, ну это может быть действительно для него психотравмирующим. Вы помните, что свои прямые эфиры я веду жестко, правдиво и без всяких компромиссов. Ну так уж я устроена, так уж устроен мой мозг и моя психика. Кому это все близко и близка парадигма действовать, соответственно, находятся или в моих консультациях, или в тренингах, или смотрят меня. Вот. И чего-то я еще ушла от темы, да, опять я никакие не писала подготовительные листики, ничего не печатала. Говорю вам после консультации. Независимость приходит тогда, когда ты уже понимаешь, что ты делаешь, чем ты зарабатываешь, чем ты живешь, кто вокруг тебя и что ты есть на самом деле. Плюс то, что обязательно, обязательно нужно будет сделать в твоей жизни, это включить в ежедневный, ежедневный челлендж, как я называю. Это работа со стрессом. Люди независимые, люди, которые обрели свое дело, они обязательно проходят релизинг-терапию, как справиться с быстрым стрессом. Потому что это фишка предпринимателей, это фишка многих выдающихся личностей, потому что именно у этих личностей очень большая парадигма связи со стрессом. А стресс, что делает стресс? Он просто выжигает из тебя твои органы, заставляет тебя болеть, ощущать какие-то психосоматические симптомы. То там ты повернулся не так, то ты там не так что-то сделал, то не так что-то выпил, то не так поспал, то не так деньги не там отстегнул. Ну так бывает, друзья. Ну вот это правда. И последний вопрос, как выбрать? Жить дело мечты. Вот отставить, я боюсь, я не знаю. Отставить, может быть, не получится. Отставить чувство лени и страха. Посмотрите мои эфиры по поводу лени и страха. И самое главное, друзья, что если хотите сдвинуться с места, вам действительно нужно двигать. И двигать быстрее других, потому что другие тоже думают о том, как бы сдвигаться, сдвинуться. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. Жду еще вечером вас в открытый эфир по психосоматике и психотерапевтический эфир тревоги будет. До новых встреч, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!